SCP-1675. Уничтожитель гусей. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. SCP-1675. Хранится в укрепленной камере содержания в зоне 15. Хотя SCP-1675 не нуждается в топливе и техническом обслуживании, каждые 90 дней ему следует предоставлять 1 литр моторного масла типа 10W-30. Для проведения экспериментов с SCP-1675 требуется получить письменное разрешение по крайней мере от двух старших научных сотрудников уровня 3. Для проведения экспериментов с использованием боеприпасов требуется получение дополнительного разрешения от одного из директоров зоны с 4 уровнем допуска и заранее уведомить об этом сотрудников службы безопасности зоны 15. В данном случае проводить эксперименты следует только в отдельной бронированной камере. Описание. При обычных обстоятельствах SCP-1675 ведет себя смирно и непосредственно. не представляет угрозы, предоставленное самому себе, оно вяло блуждает по камере содержания и не создает опасности для сотрудников. SCP-1675 будет сопротивляться попыткам дезактивировать или демонтировать его, не прибегая к насилию, но не будет сопротивляться попыткам осмотреть его или изучить поближе. Попытки узнать больше о его внутреннем конструкции к настоящему времени потерпели неудачу. Каждый раз, когда поблизости от SCP-1675 появляется птица, относящаяся к родам Ансер, Бранта и Чен, оно становится крайне агрессивным и пытается убить эту птицу любыми возможными способами. SCP-1675 действует целеустремленно и крайне эффективно, демонстрируя знания техники ведения боя, если в этом возникает потребность. Время от времени, а также когда SCP-1675 нападает на выше означенных птиц, оно выкрикивает фразы на французском языке, представляющие собой антиптичьи лозунги, используя для этого динамик, расположенный рядом с головой. К настоящему времени SCP-1675 не реагировала на попытки поговорить с ним. SCP-1675 было обнаружено строителями национального леса, засекречено. На момент обнаружения SCP-1675 убило более засекреченных птиц на участке площадью 27 гектаров. SCP-1675 было без происшествий помещено под содержание командой быстрого реагирования фонда, а всех свидетелей обработали амнезиаком класса А. Приложение 1675-01. Протоколы примечательных экспериментов. Дата засекречена. Подопытное животное. Один домашний гусь. Подопытные предоставленные инструменты нет. Результат. SCP-1675 быстро подбежала к подопытному животному и задушила его своими руками-манипуляторами. Реплика. Хороший гусь. Мёртвый гусь. Дата засекречена. Подопытное животное. Один. А. Ансер. Домен. Тикус. Предоставлены инструменты. Боевой нож с односторонней заточкой. Результат. SCP-1675 использовала выданный ему нож в качестве метательного оружия, чтобы ранить подопытное животное. Потом подобрала нож и перерезала птице шею одним ударом. SCP-1675 продолжил держать нож в руке, но позже без сопротивления отдала его исследователям. Реплика. Не будет мира на земле, пока все гуси не сдохнут. Дата засекречена. Подопытное животное. Один. Домашний гусь. Предоставлены инструменты. Десять. Патронов калибра 5,56 мм. Результат. SCP-1675 засыпала предоставленные ему патроны в загрузочную воронку, затем убила подопытное животное с близкого расстояния одной точной очередью из трех патронов. Исследователи не смогли извлечь оставшийся боезапас. Реплика. Гуси это чума, которая должна быть истреблена. Дата засекречена. Подопытное животное. Три канадских казарки. Предоставлены инструменты. Нет. Результат. SCP-1675 стояла на одном месте и ждала, пока подопытное животное не приблизится к нему. Затем схватила одну из птиц и задушила ее своими руками-манипуляторами. Остальных казарок расстреляла, используя оставшиеся после предыдущего эксперимента боеприпасы. Реплика. Все гуси должны жариться в очищающем пламени правосудия. Дата засекречена. Подопытное животное. Один. Лебедь. Щепун. Предоставленные инструменты. Нет. Результат. SCP-1675 никак не реагировала на подопытное животное, когда лебедь приблизился к SCP-1675 на расстоянии одного метра. Чтобы изучить его, SCP-1675 мягко отодвинула птицу в сторону. Реплика. Здесь не на что смотреть. Проходите.